Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Дело в том, что вы спрашиваете нас про некие подводные камни и про то, стоит ли ехать в другую страну, в другом человеку, или не стоит. Стоит ли принимать помощь от него, или не стоит. Понимаете, вопросы такого плана, они являются довольно провокационными, я бы сказал так, потому что мы не можем за вас решать, ехать вам куда-либо или нет. Мы не можем за вас решать, принимать вам помощь или нет. Что касается подводных камней, то ситуация здесь следующая, что многое, очень многое зависит от того, какова культура в этой стране, какие люди в этой стране. Потому что, если мы говорим о жителях Вьетнама, о жителе Азии, то там все совсем по-другому. И в равной степени это может быть так, что мужчина вас покупает. И в равной степени это может быть так, что мужчина правда хочет вам помочь. Но, естественно, знать этого наверняка нельзя. Что я могу сказать? Поскольку он не готов с вами на отношения, но готов вам помогать, что думается мне с точки зрения общей психологии, мужской психологии. Думается мне, что он хочет вас просто, что называется, купить. Он хочет, чтобы вы были ему обязаны. Он хочет, чтобы вы чувствовали, что должны ему. он хочет, чтобы вы видели необходимость как-то ему отплатить за то, что он для вас делает. И так далее. То есть, здесь ситуация такова, что есть вероятность. Есть вероятность скоростного интереса мужчины. И она, эта вероятность, к сожалению, довольно большая. А поскольку человека вы знаете не так давно, если честно, то вообще слабо знаете. Ну, нельзя за такое маленькое время узнать другого человека. Это нереально. Вот. То есть риск, что он действительно вас использует. Ну, может использовать. И это, безусловно, создаёт для вас опасность. Очень серьёзную опасность. Вот. Только от этого мужчины, то смотрите, смотрите, он расстался со своей невестой, да, и увлёкся в ад. Потом, а вы уехали, он снова увлёкся своей невестой. И надо сказать, что поведение человека в данном контексте не то, чтобы нормальное. Оно, скажем так, естественное. То есть, естественное, почему? Потому что он не отошёл ещё от отношений, которые у него были. Он не смог пока, что их завершить, эти отношения, которые у него были. И это нормально. Это нормально, что он их не может завершить ещё. Это нормально, что они его беспокоят. Но точно так же, когда вы приедете, мужчина может снова увлечься вами. Опять. Ну, просто потому что вы рядом. Просто потому что вы рядом, просто потому что вы доступны. Доступны не в том плане, что, ну, сексуально. Я не это имею в виду, а доступны в том плане, что вы рядом. Просто рядом. Понимаете? И как бы вот то, что вы рядом, может мужчина вновь настроить на какое-то время отношение к вам. Потом, а потом, потом, он может опять увлечься своей той женщиной. Ну, просто потому что вот так. Просто потому что вы увидели, что он даже может сделать. И поэтому я думаю, что этот человек, как минимум, может быть, он и хороший, может быть, он и добросовестный. Но то, что он ненадёжный в этом плане, это, к сожалению, однозначно. Вот. И я думаю, что вот с нами, аспект, нельзя, значит, сбрасывать со счетов. Исходя из этого, давайте, ну, попробуем, попробуем сказать так. Что, если вы будете ему должны, ну, что-то, если вы будете ему что-то должны, то, ну, скорее всего, скорее всего, мужчине будет легко как-то вот с вами сблизиться. Потому что и вы уже показали, что можете испытывать чувство вины, вот. И, как бы, ну, это не есть хорошо, то, что вы описывали, именно, именно в контексте своего, именно в контексте своего поведения. Поэтому, если вы не будете ему должны, если вы будете, ну, если вы будете свободны от обязательств по отношению к мужчине, я думаю, это сыграет вам только на руку. И вы, в общем-то, сможете быть более самостоятельной в отношениях и не нудаться излишним в нем, не пересекаться излишне с ним, ну, лишний раз стоит, вот. И, в общем-то, вести себя независимо, что обеспечит, опять же, вам возможность видеть мужчину таким, какой он есть, без прикраски. То есть я имею в виду, что у него не будет возможности как-либо вами манипулировать. Это по поводу того, что вы спрашиваете, потому что, ну, вот, вы сказали, да, что вас интересует данный момент. А я думаю, что вот так можно на этот вопрос ответить. Ну, вот потому что, как бы, это наиболее безопасный вариант именно для вас. Наиболее такой оптимальный вариант, чтобы вы ничего не потеряли. Вот, чтобы вы ничего вообще никак не увидели негативного в этом. Вот. Теперь давайте попробуем с вами, если позволите, разобрать момент, связанный с тем, как вы выстраиваете отношения с мужчинами. Вообще. Мне показалось это важным, потому что я вижу, вижу нечто общее. Нечто общее в том, что вы делаете. Значит, смотрите, вы пишете, что, ну, понятно, вы уехали из Вьетнама, мужчина ставит себя иначе. Понятно, что вы не успели друг другу привязаться вот так сильно, чтобы человек к вам прикипел, да. Это понятно. Но, вы говорите, что два месяца назад вы расстаетесь с русским парнем. Значит, вот, сейчас я найду, найду это, вот. Вы пишете, что я там же во Вьетнаме два месяца назад расстался с русским парнем, который, на мой взгляд, повел себя просто ужасно. Он тоже не отошел от предыдущих отношений, но вместо того, чтобы мне об этом сказать, он даже на моей попытке поговорить отвечал какую-то невероятную чушь, грубил и так далее. Говорил, что он меня не стоит. То есть, смотрите, вы в своих отношениях с мужчинами, в своем выборе мужчин, выбираете себе таких, которые не закончили по какой-либо причине свои предыдущие отношения. Вот. И это явно не случайно у вас так. То есть, вполне вероятно, что действует некий негативный сценарий, некий негативный сценарий поведения, который доставляет вас так поступать. То есть, либо это какие-то страхи, либо это, может быть, неуверенность в себе, либо это детско-родительские, детско-родительские сценарии, родительские сценарии. Вот. Ну, например, если говорить про страх, то, может быть, вы, допустим, боитесь близких отношений. То есть, ну, подсознательно боитесь близких отношений, потому что интеллективно, подсознательно вы выбираете в себе такого мужчину, который не готов к отношениям. И надо сказать, что у этого есть определенные причины. Мне бы хотелось только, чтобы вы постарались эти причины понять сами. Чтобы вы постарались их увидеть. Потому что это, правда, очень важно. Если вы действительно выбираете себе таких мужчин, которые еще отношения не закончили, то это очень плохо именно для вас. Это первое. Второе. Значит, вы говорите о том, что, ну, за два месяца, за два месяца, до этого, вы расстались парнем, который вел себя ужасно. То есть, соответственно, что имеет место быть? Да, что имеет место быть? Отношения, которые кончились плохо. Переживания ваши по поводу этих отношений, которые кончились плохо. И, значит, определенно какие-то измененные представления о себе, скорее всего. Плюс, вполне вероятно, что имеется некая травматичность. То есть, вот, отношения, что у вас были, если они закончились, вы, кстати, там, не написали, сколько вы были с мужчиной, да, то есть, ну, как долго у вас отношения были. И так далее. Вот, вы не написали. Значит, но, тем не менее, тем не менее, два месяца, это маленький срок, на самом деле, для того, чтобы забыть сухаяка и стать свободным в отношениях. То есть, вы спешите. То есть, а далее, как спешит и ваш парень. Проблема, проблема, даже не проблема, а важный момент заключается в том, почему он спешит. С чем связана его спешит. А его спешит, она связана именно с тем, что он хочет забыть свою невесту. Потому что она нанесла ему травму, серьезно. Вот. Соответственно, вы, скорее всего, тоже хотите забыть своего парня уже. Опять же, опять же, я это не утверждаю, но очевидно, что вам здесь тяжело далось расставание, хотя бы потому, что вы говорите, что он поступил ужасно. Вот. И это серьезно. Это, правда, серьезно. Это серьезная проблема, на самом деле. Вот. Так, единственный момент тоже, что вы отношения не удовлетворили, вы пытаетесь вступить в другие. Вот. Это неправильно. Вот нужно побыть одной, желательно какое-то время. Вот. Просречаться можно, да, безусловно, встречаться. Там, может быть, даже сексом заниматься. Никаких проблем с этим нет. Но серьезные отношения, именно серьезные отношения, вы явно спешите строить. И это тоже вам идет во вред. То есть здесь нужно, сперва, закончить те, в любом случае. Далее, следующий момент. Это то, что вы проявляете инициативу мужчинам. Вот вы пишете, значит, так. Вот вы говорите, что, значит, меня напрягало, что мой мужчина, русский, вел себя так. Он, значит, вывел меня из себя в постоянный мизион. Я чувствовал свою вину и просто на руках его носил. Это вот тоже показать суть того, что вы позволяете брать на себя ответственность за то, за что вы ответственности, в принципе, не несете. То есть, вот вы руководствуете в отношении часто чувством вины. Чувство вины – это недостаточно оформленные личные границы ваши. И недостаточно четкое понимание того, где ваша ответственность, а где ответственность, собственно, другого человека. Ну и то, что вы мужчины носите на руках – это просто ничего более деструктивного для отношений с мужчиной. Вы придумать на самом деле не могли. Потому что, ну да, вы можете, безусловно, его на руках носить, вот, но вы же понимаете, я надеюсь, что так мой человек, он просто привыкнет к вашей активности, вот, и в итоге он сам будет пассивным. Понимаете, понимаете, в чем дело-то. Вот, и поэтому, да, и надо сказать, что мужчина, если вот он видит, что женщина сама что-то предпринимает, то мужчина думает, а зачем мне что-то делать, зачем я буду что-то делать, для чего. То есть мужчина не будет что-то делать, если, если то, что есть, уже работает. Вот, об этом вы, пожалуйста, не добывайте. Это очень, очень важный, очень важный момент, на самом деле. Далее, значит, вы пишите, что... Возможно, это моя ошибка, что от меня инициатива в какой-то момент стала приходить больше, и что я, когда сразу, так к нему расположилась и хвостом не вертела. Ну, насчет хвоста, это, пожалуй, оставлю без комментариев. Вот, что касается того, что инициатива от вас больше исходила, да, много инициатива от вас исходит, очевидно, по отношению к мужчине, что его как раз-таки заставляет снижать свою инициативу. То есть мужчина проявляет инициативу только тогда, когда в этом нет необходимости. И когда женщина инициативу проявляет сама, мужчина думает, соответственно, а зачем я буду это делать? Зачем мне проявлять инициативу, если проявляет ее она? И, соответственно, такой женщиной, мужчина, к сожалению, дрожит меньше. Это вам нужно помнить. Но, но, при этом, есть другой важный момент, а именно, что если вы проявляете инициативу, значит, вам это нужно, значит, вы делаете это, потому что у вас есть к этому попребность. То есть вы испытываете попребность проявлять инициативу к мужчине. Вопрос в том, почему и для чего. Что заставляет вас проявлять к мужчине чрезмерное количество инициативы? И ответ на этот вопрос можно дать такой. Чрезмерное количество инициативы вы проявляете только потому, что у вас есть потребность или ряд потребностей, которые вы хотите удовлетворить через мужчину. То есть у вас сверх мотивация. Сверх мотивация быть с ним. При этом обусловленные, обусловленные какими-то причинами вашими, я, опять же, не хотел бы гадать, какими причинами обусловленные чувства вины, но оно и есть. И чувство вины – это всегда некая такая общественная настройка. То есть чувство вины – это когда мы обесцениваем себя и, значит, идеализируем других. То есть вместо того, чтобы, например, сказать, что мужчине своему, который переживал из-за своей девочки, мы должны бы сказать ему, «Дорогой, ну, это твоя проблема, если тебе сходим, как бы, ну, бродит к психологу, или там, давай сделаем перерыв, перерыв, или там, что-то еще, выносили его на руках». То есть пытались, пытались его излечить, пытались его спасти, винить, а этого делать не нужно. Потому что, ну, к спасителю и относится соответствующее. Вот. Надеюсь, что это вы поймете. Да, то есть чувство вины необходимо убрать из личного чувства вины. Одно дело, когда вы сделали что-то, что сами считаете неправильным. Оно вам, ну, какое-то время, какое-то время в качестве вины у вас побыло, и вы, значит, ну, поняли, да, что так делать, например, больше нельзя, да, так делать не стоит, и больше не поступать уже, да, например. И совсем другое, когда, совсем другое дело, когда чувство вины, оно постоянно с вами, и, ну, не постоянно, но продолжительное время с вами, и оно замерзает вам быть собой. В этом контексте чувство вины, оно совершенно деструктивно влияет на вас. Вот. И поэтому я думаю, вот я думаю, что подумать об этом, вот именно этот момент рассмотреть, вам ну, не обязательно, чтобы вы были максимально свободны в своих отношениях. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались какие-то вопросы, либо что-то непонятно в моем ответе, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачу.